Белое море Белое море Белое море Белое море Помор Помор – это мореход Еще в 11 веке промысловые охотничьи ватаги славянского рода племени появились на Беломорских берегах Потомки тех вольных новгородцев стали первыми русскими, как раньше говорили, насельниками Белого моря Поморами русские стали называться намного позже Помор – это живущий море Все Какая нужда вела их сюда? Да в общем только одна Потребность жить независимо Именно она всегда заставляла людей сниматься с насиженных мест и отправляться искать другую жизнь Человек живет у моря Знаешь, что он уже помор Не важно, какой он националист Чем сильнее давили тиски российской власти тем дальше на восток и на север устремлялись свободные люди Чем крепче давили тем шире становилась страна Мизень – самый глухой и труднодоступный угол Белого моря Сюда русские добрались к XVI веку Обосновались, зажили, укрепились И государство прислало в Мизень воеводу для сбора пошлины В основном поморские селения расположены вдоль побережья в устьях, впадающих в Белое море рек Но есть и такие, как Мизень От устья реки поселок отделяет более 40 километров Река Мизень, как и Северная Двина на карте обозначена темно-извилистой полосой И можно подумать, что она такая же, как Двина полноводная и могучая Но карты обманчивы Мизень – довольно мелкая, перемытая песками и глиной речка Которую, в общем-то, можно перейти вброд Наполняется она водой только во время приливов Приливы здесь особенно высоки из-за близости к океану Перепад от самого низкого до высокого уровня – около 6 метров Приливное течение гонит морскую воду вверх по реке Чуть ли не на 60 километров Затопляя обширную пойму Поэтому и пришлось расположить Мизень подальше от низменных берегов Добраться до городка или выйти обратно в море Можно только на полной воде Река поднимается два раза в сутки Всего на пару часов После двух недель морского рыбного промысла В Мизень возвращается Александр Игнатьевич Коткин Потомок знаменитого в этих краях древнего рода поморов ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Наверное. Алло ЗВОНОК В ДВЕРЬ Продаете? Да, продаем Там была 100 рублей Сип 200 Пока 250 лесян, которые кухнут. Пока есть, еще не кончилось. Большую часть рыбы Коткин запасает на зиму, остальную продает. Если, конечно, повезет с уловом. С рыбой не угадаешь. Рестворю, пожалуйста. У нас здоровья. Еще приходите. Объявление-то висит. Когда кто-то пришел, купил, понравилось и начнется там. Сказал одно, другое, третий. И уже без всякого объявления народ знает. Летний промысел в Заполярье короткий. Всего пару дней Александр побудет дома, отдохнет и снова уйдет в море. Помогу из берези-то. Надо перебрать все. Почистить. И по новой. Нам что нужно в магазине? Хлеб, чтобы был. А так больше нам ничего не надо. С дорогами в этих местах, в общем, как и по всей России. Если и хуже, то ненамного. Совсем недавно провели оцепную дорогу из Архангельска. Три сотни километров петляет она между лесов и болот, а в итоге упирается в паромные и понтонные переправы, которые во время ледохода и ледостава разбираются. Так что весной и осенью в Мизень дороги нет. Самой верной дорогой по-прежнему остается река, а самым надежным пропитанием рыба. Александру, чтобы добраться до выгодных промысловых мест, предстоит пройти по морю около трехсот километров. Это почти двое суток пути от Мизеньев. Здесь, на самом севере Канина полуострова, издавна самые уловистые места. Кто в море не ходил, тот Бога не маливал, говорит народ. Мореходство здесь очень непростое. Постоянные ветра, течения. Ветровая волна невысокая, в среднем не больше двух метров. Но по сравнению со всеми нашими морями, Беломорская волна частая и самая крутая. Крутость волны, то есть отношение ее высоты к длине, здесь в четыре раза больше, чем даже в океане. Абсолютно спокойным Белое море редко бывает. Таких штеливых дней за год наберется не больше пятнадцати. Больших глубин здесь нет, а ближе к Канину полуострову на пути Александра начинаются такие мелководья, что можно пройти их только на полной воде. В отлив мели обнажаются, их здесь называют кошками. Эти кошки настолько обширны, что махом за один прилив пройти их на малом ходу невозможно. Все равно где-то приходится бросать якорь и ждать новой воды. Обсыхать. Так здесь говорят, когда сидишь на кошке в ожидании прилива. Вода придет часа через три-четыре. Здесь ходу нету. Тут только ход на воде, когда вода приходит. Заносить их в лоции бесполезно. Своё местоположение кошки меняют довольно быстро. А чтобы обойти, нужно уходить далеко в море. Но по давней поморской привычке Коткин ходит вдоль берега, так, чтобы не терять его из виду. Ну, в километрах десяти-то больше от берега. Двенадцать-пятнадцать. Тут вот у Сёмжи самые большие приливы. Деревня Сёмжи расположена в самом начале Мизенского залива или, как еще говорят, Мизенской губы. Во время прилива в воронку, так называет эта северная часть Белого моря, напрямую из Ледовитого океана устремляется в губу огромная масса воды. Не встречая никаких препятствий на пути, приливная волна накатывает быстро. Всего за пару часов десятки километров осушной территории литерали, а по местному лёщиде становится морской гладью. А когда стенки рыболовных сетей перемётов скрываются под водой, значит, прилив достиг своего пика. Прилив здесь один из самых больших в Европе. Его высота у Сёмжи около 12 метров, а с нагонным ветром бывает и выше. Берег, где стоит деревня, разрушается со скоростью около 3 метров в год. За 300 лет море отхватило здесь у суши почти километр. Сколько же домов на первой линии оказались подмытыми и разрушенными за это время? Деревня вторинная. Она одна из первых появилась в Мезенском районе. В Суэре была нормальная деревня, было всё, школа, сельсовет, клуб, почта, электростанция. Но в своё время при Никитке, Хрущёве деревни стали делить на перспективные, не перспективные. И вот моя родная Сёмжа попала в разряд не перспективных. Всё убрали отсюда, не стало работы, люди стали выезжать отсюда. И сейчас только дачники здесь бывают. Деревня фактически как таковой круглогодично нет, она летом в основном. Зимой только два человека здесь живёт постоянно. Я и моя жена. 18 лет уже, 19 год пошёл. Уединённая жизнь, конечно, накладывает отпечаток. А потому в доме Масловых рада любому гостю. Я разве думала в жизни, что я буду жить на диком севере 18 лет одна в деревне, на тысячу километров одна же, вот здесь, ну, на 100 километров, на 100 километров, всё равно, всё равно, далеко, ведь одна, одна. Вот у нас мужики боятся одни зимой остаться в деревне, я одна живу. Никого нет зимой, он идёт в избушку, я вообще одна живу. А теперь уже привыкла, я никуда не хочу. Я приеду уже, там я устаю от людей. Стала уставать уже, работала с людьми в аптеке, всё время с бабушками, почему громко я ору, всё есть глухими, надо всем услужить, всем написать. Чём мы на дороге, да всех, я, например, никого не подразделяю, чем богато, тем и рада. Всё уж есть, что есть, то есть, а нет, так и нет, судите, что делать-то. Ребята вот были у нас, был француз, шёл. Цель-то у меня была показать жизнь коренных народностей севера, способ передвигания традиционный, лыжи, собаки, олени. Вот, пожалуйста, его рукой подписан, флажок на. Он шёл с таким флажком, маленький у него был, флажочек, вот, это его. А нам эти француз, когда шёл, позвонили с администрацией, у нас тогда ещё проводная связь, такая? Из-за редакции. Я так всё не знаю. Я так всё не знаю. Я так всё не знаю. Барсуков вроде, мне звонит с нам, а я под датой был, говорит, «Садите, пожалуйста, примите по-хорошему, как он по-хорошему, как?» «Кто значит по-хорошему?» «Француз всё, я говорю, так что, караол почётный выставить? Так нет у меня, говорю, мне бы до феньки, хоть русский Ванька пьяница придёт, хоть француз, я говорю, принимаю одинаково, чаем напою, накормлю и спать. Продукты основные, мука, чай, сахар покупаю. Единственный продукт, который на столе поморского жителя под запретом, запретом, как видно, только официальным, это сёмга. «Раньше это было хуже, раньше по анонимке, могли были только какой-либо тварь, сосед допил, кто отец плавит сёмгу, по анонимке приезжали с обыску, вот здесь, в этом доме, я пацанёк был, однажды приехали, с мизинами лисы, по анонимке». «А что больше, это основная еда? Все равно худо, бедно, а гости, так последние, да все равно, вот смеялись еще. Доставай сахар». Ягоды и рыба, без них поморы не зимуют. А сёмушка, мать родная, барышная рыба. Сёмга всегда была самым ценным и ходовым товаром для продажи или обмена на хлеб, который здесь не растёт. Поэтому сему жилов, как промысел, на поморье возникал одновременно с поселением. Скорее всего, от Сёмги и пошло название деревни Сёмжи. «Ж» поменять на «Г» будет Сёмга, но ловить нельзя, фактически. Так что мы браконьерим, получается. Живём у моря, ловить не имеем права. Вот такая вот интересная ситуация в нашей матовской России. Но ловим, жизнь заставляет ловить. Что делать? Живём возле моря, мы поморли, мы должны ловить её. Чехарда с запретами и законами о рыбалке по всему Белому морю. Почти каждый год новые, а главное, непонятные правила. Люди настолько от этого устали и запутались, что стараются не обращать на них внимания. Ставят сети на берегу часа за два до полной воды во время прилива. На полной воде сеть, стапливают перед полной, рыбка идёт и иногда попадает. Не так уж часто. подождём, тут ещё подойдут сейчас. Ребята, дальше уже не мыли там. Пошли проверим. Проверяют сети на отливе, когда вода уходит. Сети ставят на разную рыбу, но если попадает ценная, особенно сёмга, то по действующему закону её положено отпустить. Отпускаем. И не важно, что отпускать мёртвую рыбу уже не имеет смысла. Закон. Я сказал, отпускаем. Ну да, вроде как отпустил. На обратном пути положат в мешок. А при посторонних ни один рыбак на поморье не станет брать сёмгу. Тут несколько лет назад вообще ничего нельзя было, даже селёдку и тут только до 20 июня, и по специальным билетам надо, за этим билетом ещё наездившись, вот надо в каменке получать его, да. А такую, как камбала, вот нельзя было, рюжа-миловин, такие ловушки называются рюжи, их ставить было тоже нельзя. В общем, запретов много было, дурацкие. Сейчас вроде бы поменьше стало. Не так приезжается к мелкой-то рыбе, хотя вот такой камбала, скажем, там селёдка. Ну всё, ну ладно, бог с ним, как его деликатес. Ох уж эта болезнь российская, запрещать, не пущать, извечная. И какой толк! Ещё ведь в Петровске времена отсюда ушли дальше на север предки Александра Коткина. Потому и ушли. Тут, когда власть стала прижимать, всё народ целую воду любил, стали место искать. Ну, собственно, что искать? Они так всю жизнь ходили в эти моря, просто посушили, как они мест хорошие, где можно было жить, тут кормиться и подальше от власти. Знали, куда выходить, вот. Да, Василий, запускаться можно. Давайте пойдём. Пришла вода и можно идти дальше. В море туманы, а в русской земле обманы, как здесь говорят. Вот этим самым путём издавна шли поморы на своих кочах за рыбой и зверем, на новую землю, в Айгач, а там и в Сибирь. Может, внук тоже станет мореходом? Хорошо бы. Этой дорогой, которую проложили в ледовитый океан простые мужики, ходили потом знаменитые мореплаватели и покорители севера. Пройдя больше половины пути, Коткин приближается к реке в трёх километрах от усти, которой у него база. Заход в реку – самый важный момент для любого капитана на Белом море, а у Канина полуострова особенно. Все речки здесь настолько мелководны, что для того, чтобы наверняка попасть в фарватер и сразу не сесть на мель, для захода надо угадать ту фазу прилива, когда прибывающая вода ещё не полностью скрыла очертания кошек и глубин. С другой стороны, на неполной воде можно и на русле задеть дно. Но всё вроде обошлось. Зашёл удачно. Зайдёшь в реку, и всё. А потом уже так на душе легко. Там же на море смерть у берега стоять. Это сейчас тихо. Очень часто бывает, что берег полега зацепил, дно, и тебя сразу выкидывают. И в то же время он волной всё ломает, всё заливает. Так что тут, как у сапёра, одна ошибка, и всё. Всё потеряешь, дай бог сам-то ещё живой останешься. Он стоит, он. Не запил. Маловодь сейчас, вот это мало ходит. Дальше не пойдём. Не уйти, но всё равно дальше. Помимо суточных колебаний уровня воды, есть ещё и еженедельные. Всё это связано с притяжением Луны, Солнца и их расположением относительно Земли. В общем, наука сложная, и никто здесь особо не вникает в эти тонкости. Просто каждый знает, что новолуние и полнолуние означают неделю больших вод, а другие фазы Луны это маловодие. В маловодную неделю даже на полном приливе на катере по этой речке не пройти. Поэтому Коткин решил добираться до базы на лодке. Ну что, мужики, красота ведь? Свобода? Никого? Никакой власти? И инспекции? Никого нет? Никого нету. Сам себя хозяин. Канинская тундра Мало кому известная земля. Почти вся она за полярным кругом. Полуночный край, как раньше говорили. А ведь это Европа. Правда, самая малонаселенная ее часть. Больше миллиона гектаров и почти никого. Здесь, посреди этой безлюдной Европы, и построил Александр свою базу. На базе, а попросту в небольшой избушке, почти безвылазно на хозяйстве его младший брат, Иван Коткин. По мере надобности, зимой по тундре, а летом по морю, Александр завозит сюда все необходимые для жизни и работы, и в навигацию братья уезжают еще дальше на север промышлять Камбулу. Но пока надо заняться текущими делами. Подтянуть еще лес на дрова. Недостаток леса в Канинской тундре восполняет океан по соседству. Массу океанского плавника потом заносит приливами и в реки. Бревна, деревья, коряги, все идет в дело. Что получено строительство, остальное на дрова. Главное не проморгать отлив, иначе речка обсохнет настолько, что даже на лодке обратно не вернутся. У нас все здесь по водам. Вода пришла, можно ехать на работу, дрова собирать. И рыба, и дрова, и ягоды. Все очень дела на воде. И так, кори достава, пока не замерзнет. Пробои специальные у нас есть. Лес плавить, трава, кольцо, продевается трос с петлями на конце. С обоих сторон петли. Так и дело, пока время есть. Допустим, штормит на море, там не поедешь рыбу ловить. А тут на реке можно работать и что. Еще только пол воды пришло. Вода исполнится, полная вода. Поддернем до самого верха, сколько воды. И пока только вставим. Следующие воды сейчас скоро будут отжевать. Они будут еще выше и выше. И потихоньку, а даже все таскать не будем. Это все с водой потом придет на зеленый лук. Так. Сейчас займемся карбасом. Отличный карбас. Считаешь, 19 лет. Еще послужит. Сделан хорошим мастером, покойничком. Василий Иванович Муриев. Очень хорошо делал карбаса. Там ставится маленькая печка железная. Все облаживается, чтобы не нагревалось. И чайник согрешься, что загрешься в дороге. Дорога-то дальна. Редкий раз ведь пойдешь за раз вот от дома или сюда. Ну, за сутки. Так обычно все время где-то штормит. И что-нибудь еще. Так вот заходишь там в речке. Этот карбас, что называется на балансе, у младшего Коткина. Вот он с ним и возится. Недавно накрылся мотор, допотопная УД-шка. Такую Д-2, универсальный двигатель, давно уже не выпускают. Но вот нашелся один, чуть получше. И теперь Иван мучается с двумя. То один ломается, то другой. А что делать? Для Ивана карбас это единственный транспорт, на котором в случае необходимости он может добраться до мизени. Надо же, завел. И все же карбас решили поберечь до промысла и не гнать своим ходом. Привязали катеру на буксир в общий караван. Благо море пока спокойное. Катера, яхты, это, конечно, неплохо. Но для работы на Белом море ничего лучше карбаса не найти. Что большой, что малый, вот уже почти пять веков, карбас – универсальное и незаменимое судно на Белом море. Ни промысла, ни хозяйства по морю без него невозможно даже представить. Их строили разными, в зависимости от применения. Мастерами-карбасниками всегда славился поморский берег, откуда русские впервые начали ходить морем на Мурман, за Треской. По имени берега поморскими назывались и карбаса. Почти в каждом селении на этом берегу был свой мастер. Теперь карбаса строят, пожалуй, только в одной деревне – Колежме. Когда-то она называлась Кулижма, благодаря реке, на которой стоит. Куолия в переводе саамского – рыбная. Но помимо рыбы, Колежма знаменита и своими корабелами. Карбас обычно строили по весне, до начала морской навигации. Сегодня в деревне трудится целая бригада. Мужики строят сразу по несколько штук карбасов на заказ со всей округи. Костяк этой бригады – три брата с сыновьями, по фамилии Лёгкие. А главный мастер, который смог овладеть этим искусством и увлечь родню – Лёгкий Анатолий Степанович, старший брат. Никто не могли научиться. А карбасонка-то не было, на эти фокусы собирать не было. Я говорю, Толя, вот это не сумеешь. Ты попробуй. Не получится, так не получится. Байдар какая-нибудь будет, будешь все равно. Хоть рыбу ловить ездить будешь. Ну, а тут вот Иван Осипович есть. И он ему первый помог там, показал где. И все, больше никто им не показывал. Все. А вот это вот моя барракуда первая. Вот эта первая была, Василий Степанович сделана. Даже с коленными упругами, как положено. Сплошные корни, видишь, вот. Вот сплошной корень идет. Вот корень идет сплошной. И два, видишь, сзади сплошной. Этот же тоже сплошной. Видишь, корень. Корень, конечно, прочней. Если найдется упруга из цельного корня, Ее обычно укрепляют нос или корму. Но вообще-то упруги, как их здесь называют, Или по-научному шпангоуты, Давно уже делают из составных досок. Конечно, так проще. Нет, ты прикидываешь, сколько корней было копать? Если мы там делали, допустим, десяток штук, По три корня, грубо говоря, на лодку. Это уже 30 корней только на упруги. 10 на нос, 10 на корму. Выглядит гора какая. Сколько лесу на перелопатить. Вот без чего действительно не обходится Анатолий В постройке карбуса, Так это без корня для киля. Старинное название киля – Матица. Основа основ. Елку выбирают ровную, Но главное, чтобы у нее оказался Под нужным углом загнутый корень для кормы. Чем круче, тем лучше. Какой он легонький. Носовая часть может быть и клееной, наборной. Но для рабочего морского карбуса Анатолий ставит кокору. Это целиковый корень для носа. Угол кокоры более пологий, Чтобы легче резал волну. А сам корень должен быть гораздо длиннее. Не у каждого дерева найдешь такой корень. Другой раз можно и целый день проходить, А ничего подходящего так и не найти. Похоже, все-таки нашел. Плохое место, видишь? Песок, глина. Цепь. Цепь сядет сейчас в раз. Цепь на бензопиле, конечно, затупится. Но тут уже ничего не поделать. Главное, что нашел нужную елку. Продолжение следует... Корни копают чаще всего осенью или весной, а не зимой, когда глубокий снег мешает работать, и не летом. Вы там копать не божь, комары съедят. Ну что, все? Ну, нормально. Что дела? Выкопанные корни оставляют обычно в лесу, чтобы зимой увезти на снегоходе. В основном это касается длинного тяжелого киля. Не надо, думаю. А вот кокору можно слегка обтесать и, если недалеко, дотащить на себе до машины и весной. Когда корень оструган и принял уже окончательную форму носа, на нем выпиливаю замок. Другая, ответная половина замка делается на передней части киля. И вот наступает самый яркий и ответственный момент в рождении будущего карбуса. Сращивание кокоры с матицы. Сколько уходит? Вот так, если 7,55. Вот так вот аккуратненько ставишь, опускаешь. Клиния мажешь смолой. Мажешь клиня смолой также. Подтягиваем струкцинкой. В надежности этого узла не должно быть никаких сомнений. Это только первая примерка. Еще не один раз, прежде чем закрепить окончательно, его будут доводить и править. Это не нанотехнология, но я думаю, что премию хоть какую-то можем. Как зовут у нас президента? Дмитрий Артольевич, мог бы выделиться? Да, привет. Держи, Вася. Вася, ты прикрутишь, я покажу. Вот так и запишем. Виновнику торжества. Всех сто почерпите. В деревне можно жить. В деревне. Можно есть, пить, вот так. И мясо, и молоко, и сметану, и творог. Все. Можно есть. Но молодежь вся обленилась. Народ какой теперь пошел? Народ теперь пошел какой? Ага. Если вот ты не пьешь, работаешь. Тоже какое-то вот плохо. Что вот он там заработал, там вот это. Плохо. Который пьет плохо ничего, ни куска хлеба, ни сигаретин, ничего нет. Плохо. И тут плохо. Кормоса что? Кормоса строишь для кого? Для рыбаков. Но рыбаков-то где взять? Если, допустим, свои уезжают, а приезжий же рыбу ловить не будет. Жалко, когда деревня стояла, 500 лет простояла, а на 510-м рассыпется. Но они пустовать-то вечно не будут. Их кто-нибудь придет и возьмет, правильно? Только без войны, голыми руками. Я уже уезжал отсюда, хватит. Вот мне москвичи говорят, ну и дурак, что ты сюда вернулся. Понимаешь? В какой-то степени может быть и дурак. А в какой-то и нет. Я здесь живу свободно, я здесь как бы сам для себя хозяин. Никто меня не понукает. Я люблю свое море. А что там? Там чужбина, там не наше. Вот она, наше место. Так же и дети мои остались. Пока мы живы, знаешь, место-то пустым не будет. Пока. Это рыбацкое становище Торна, самое дальнее на Канинском берегу и последнее перед выходом в океан. Две реки, Торна и Месна, при впадении в море сливаются в общие устья. Здесь встречается морская и пресная вода. На латыни такое место называется красивым словом «истуарий». Потоками воды, с мореприливом, а со стороны суши реками сюда выносится много корма, который животным здесь проще всего добыть. Под этими холмиками норки червя пескожила. Сам червяк сейчас глубоко. Но как только вода начинает прибывать, чтобы кормиться, пескожил покидает норку и начинает заглатывать новые порции грунта, принесенные свежей водой. Все съедобные частицы в комках грунта это и есть его пища. А балласт, в виде вот таких колбасок, червяк выбрасывает наружу. Так и растут те самые холмики, по которым его легко найти, и рыбе. В середине лета полярная камбала начинает усиленно кормиться. Эта совершенно особая донная рыба подбирает все подряд, а торнянская лещить с колониями пескожила для нее просто накрытый стол, как настоящий рай. Сюда каждое лето приезжают на промысел камбалы братья Коткины. Но, похоже, только они теперь и приезжают. В этих местах издавна кипела промысловая жизнь всего Северного Поморья. Повсюду сновали юркие шняки, соймы, бросали якорь на далеких переходах, тяжелые кочмары. Не говоря уже о сотнях корбасов и дощанников. А в советские времена здесь вели промысел рыболовецкие колхозы. На месте сезонных избушек появились добротные дома. Здесь собирались жить основательно. Сегодня в этих домах с пустыми окнами и дырявой крышей гуляет морской ветер. А все, что осталось от великой трудовой флотилии, эти большие артельные боты, или бота, как здесь говорят. Каждый привозил по 300 тонн рыбы. Теперь лежат на берегу. А этот не вернулся. Чуть-чуть не дотянул до поселка. Погиб. Уже больше полувека его останки замываются песками торнянских кошек. На отливе они еще видны. Александр, когда приезжает на промысел, всегда навещает это место. Требел крушение, видимо, попал. Большой шторм. Хотел зайти в реку сюда. Мы немного не рассчитали или не смогли просто. Судьба такая вот. А вода-то в море оригинальная, даже летом. Вполне вероятно, тут люди-то погибли почти все. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА На поморье рыбу не ловят в случайных местах. Каждый кусок берега, подходящий для промысла, его называют Таня, проверен и испытан многими поколениями. Я сейчас остался, или коп-то рассказывали, да? Вот у них весело было. Промыслов были очень большие. Кормили здесь, считай, тут придут, месяц-полтора поживут. Корбаса были по три, по пять, по пять тонн были корбаса с мачтами, а, наверное, костры жгли в корбасах. А тут Таня старинная была, называли ее Залозня. Залозня. Рыба в нее залазила. А вот крест, некомешный. Старики помора поставили его в память о том, что здесь промысляли всегда. Обетные кресты поморы ставили в благодарность Богу по разным случаям. На море обычно ставили в благодарность за спасение или за удачный промысел. Раньше на рыбацкую Таню даже иконы выносили. Рыбное дело зыбкое. Как сложится, Бог его знает. Лещать это называется, лещать. Вода приходит, тут все затопит. И рыба, камбала, заходит сюда полностью. А потом, по этой низине, когда совсем мало будет воды, она на реку будет выходить. Вот она к нам должна сунуться, наш ежок, в рюжу. Происхождение рюжи идет от древней, сплетенной из веток кустарника ловушки, которая называлась верша или морда. Внутри была хитро вставлена воронка с узким горлом, чтобы рыба не могла уйти обратно. Позже это изобретение использовали и в устройстве сетных ловушек. А когда такими снастями стали ловить на море, к ним добавили два длинных крыла. Их растягивают в разные стороны от рюжи, чтобы собрать и направить рыбу в самолов с большей площади. Сейчас покажу, вот, вот разъезд, сюда рыба зайдет. Это все поднято будет. Там все будет натянуто до конца, и рыба будет заходить вот сюда, прокатываться будет. Задет сюда, первое горло зайдет под горло. Вот второе горло. Она и здесь будет, и здесь будет, и в куту будет. А на самом куту привязанная якорь. Потому что, когда вода пойдет вперед, вот якорь-то рюжа-то будет держать, чтобы ее туда не унесло. Дыра, надо зашить. Бывает, зверь заходит в рюжи. Да, какой зверь? Тюлень? Заяц морской. Тоже рыбак. На халяву. Лахтак, самый крупный из беломорских тюленей, тоже пасется на обсушке. Морским зайцем его прозвали запугливость и манеру передвигаться вот такими прыжками. Не очень-то они и пугливы, эти зайцы. Скорее, любопытны. Когда приходит вода, они кормятся всякой донной живностью. Рыбу, конечно, уважают, но сами редко ее ловят, больно неуклюже. Зато часто плавают около рыбацких сетей, чтобы при удобном случае стащить чужую добычу. А на отливе досаждают рыбакам чайки. Уже уселись. Дожидаются, когда спадет вода, и можно будет проверить рюжу. Поэтому самим рыбакам тоже важно не опаздывать с проверкой. Эту небольшую рюжу на два горла называют иш или еще ижок. Когда рыбачат вдвоем, а не бригадой, управляться с нею намного легче. Ну, мы сейчас ставим такие легкие рюжу. Здоровье надо. У меня еще отец говорил, еще деды говорили, что рыбалка – это самый тяжелый промысел. Тяжелее работы нету, потому что это сутками, независимо, каждый день вода за водой, днем и ночью. Вот сегодня, вот видите, остались в 5 утра, и то поздно остались, надо было раньше. Сейчас так вот пойдет колесом, постоянно обуваешь. А чего ловишь, все прорвешь, еще много чего. С этого дня распорядок жизни будет буквально напрямую диктовать море. Два раза в сутки на отливе проверка рюжи. К этому можно привыкнуть, если бы отлив был всегда в одно и то же время. Но природа так устроила, что каждые сутки начало прилива и отлива сдвигается по времени почти на час позже. Но самое неприятное началось в большеводье. Нету рыбы? Надо что, держишься и стоять там, но она где спокойно заходила и спокойно уходила. А тут течение дикое. В большеводье повезем в другое место. Искать будем чего-липе. Места много. На севере, как говорят, холостых трудов, уйма и на море, и на земле. В большеводе рыбу начинает раскидывать приливом по всей этой огромной территории. Остается либо неделю ждать, пока спадет вода, либо ставить рюжу в глубоких местах, где на отливе обычно скапливается больше рыбы, и она там дольше задерживается. Мало. Да, даже чайкам смешно. Большеводье, да еще с ветром. Только на еду. Это, конечно, не рыба. Ну ладно, на еду есть. Ну хотя бы на еду. В этих глубоких ложбинах, по местному режмах, без большой надобности стараются не ловить. Помимо рыбы, здесь скапливается и очень вязкий, и листый грунт. Няша. Для этой липкой грязи, точнее название не придумать, няша так засасывает, что кажется, будто к ногам привязаны пудовые гири. Много печальных историй связано с няшей. Когда человек проваливался по пояс, в одиночку выбраться не мог и начинался прилив. Даже звери обходят стороной такие места, и только камбала идет на няшу. Она здесь так и называется, няшная, а за нее лезут рыбаки. Насколько сил уходит на такую ловлю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Через несколько дней братья все-таки нашли уловистое место в соседнем заливе, где не так сильно гуляет течение и не намывает няшу. В начале августа ночи в Заполярье уже не белые, хотя все еще светлые. Но дыхание Арктики становится уже ощутимым. Температура по ночам падает до ноля, и руки начинают зябнуть. Днем еще пока работать можно, хотя ветер уже намного холоднее. Кто сейчас знает про эти рюжи? Никто не знает. Прости вот там не сей никакого молодого. Что такое рюжа? Зачем она нужна? Вот долго думаешь, как нас в школе этому не учили. Нас в школе этому школе не учили. Нас деды да отцы учили. В этом заливе, он так и называется, комбальница, до сих пор еще стоят промысловые избы Мизенского рыбокомбината. А с рыбокомбината каждый год заезжали и ловили комбалу. Тут даже и записи. Пришли 15 июня 1998 года. Зима была очень холодная и весна поздняя. Здесь еще плал лед. Выносил последний. Погода была очень холодная. Много ветра. Никакой особо важной информации в этих записях нет. Каждый год погода примерно одинаковая. Но похожие записи на поморье можно найти в любой избе. Морской промысел тяжелое рискованное дело. Случиться может все что угодно. И на этот всякий случай вроде бы такой простой запиской рыбак оставляет весточку в надежде, что ее кто-то прочтет. Память оставляет о себе. Сейчас нету совсем рыбокомбината. Рыбком давно не занимается ничем. Тоже дышит на ладу. Раньше это сильно были организации. А кто их сюда запрещает сюда и походить? Рыбите, ловите. Рыба-то есть. Лень своя. Раньше до сотни карбасов ходило. Еще там в каждом карбасе по 24 человека. Всем хватало. Рыбу не выловили. Сейчас вообще никто не ходит ко мне на садилик. Сюда же. Вот так и сидим, шкирием. Когда рыба есть, шкиришь, моешь, засолишь, убираешь ее рыбу. Снова вода придет. Тут надо ехать смотреть. Так, как заведено. С похолоданием Камбала все реже выходит на лещить. И братья возвращаются на базу, где в тундриных озерах будут ловить другую рыбу. Здесь они расстаются. Александру с катером надо еще ждать прилива. А Иван на карбасе может уйти из реки на любой воде. Поморы это не герои из пыльных книжек, а реальные живые люди. Свобода для них это возможность спокойно трудиться и помимо заработка получать удовольствие от этого труда. Море их родной дом. Только здесь они могут добыть свое трудное счастье. И пока ходит по Белому морю хоть один карбас, это море останется нашим. Пока ходит. Музыка на море находясь в стороне от сухопутных, Мизинь в то же время оказалась вблизи основных морских путей, по которым издавна шла торговля поморов с ближайшим соседом норвегии а середина 16 века после первого захода англичан в мизинском заливе стали появляться торговые корабли чуть ли не со всей европы но вольный новгородский ветер уже затихал на белом море а крепче становился московский новые царские указы все сильнее зажимали поморов в торговле на море а иностранцам запрещали бросать якорь у мизине и предписали торговать только в архангельске чтобы уж ни одна копейка не прошла как говорилось мимо ока государева великая идея объединения русских земель под началом москвы разорительно сказывалась на окраинах однако вместе с упадком хозяйства копился опыт выживания обострялись интересы уважения к своей истории происхождению закалялся поморский дух вот сколько лет нам не разрешали нашим мужикам мизинским ловить рыбу на канинском побережье кто-нибудь из самих мужиков хотя бы выступать начинал нет вот мы разъединены понимаете нам нужно нужно объединяться чтобы решать наши вопросы мы объединяться то не можем и не умеем и не хотим зачастую вот так николай федот чакулов журналист самоучка начинал корреспондентом в мизинской газете север потом вел передачи на местном радио а теперь вот еще снимает телепередачи мизинские хроники своего телевидения в мизине нет кассета надо отправлять в архангельск и хотя показывает нерегулярно акула все равно доволен что жизнь его мизине узнает вся страна но если не страна то хотя бы область это пришла первая в этом году боржа северного завоза с углем в короткую летнюю навигацию такие суда река море разводят по дальним деревням и поселкам топлива на зиму до конца лета придет еще несколько чтобы хватило на весь район успеете они успеют значит придется топить дровами как и раньше с одной стороны река а с другой к поселку подступает самый близкий к жизни от этим адом мизинцы раньше называли тундру и хотя она окружает мизин северо-востока с южной стороны леса на отопление домов во всяком случае пока хватает алексей викторович жировов священник родился он в архангельске после учебы работал детским врачом потом врачом скорой помощи но священниками ведь не рождаются у каждого свой путь к церкви вот уже около семи лет отец алексей служит в мизине настоятелем свято-богоевленского собора собором правда это здание назвать пока сложно советские времена здесь был клуб обратный процесс переход из клуба в церковь идет медленно разрушать не строить на сбора от пожертвований потихоньку начали реставрацию пока денег хватило только на строительство колокольни в прошлом году для нее закупили лес собрали пока на земле а в этом году поднимают и ставят на место дело движется но со скрипом рук не хватает с большим трудом батюшка всколотил бригаду с большим жители мизине нельзя сказать что атеисты но не настолько религиозны чтобы всем миром как в былые времена идти возводить церковь да и за деньги особого желания трудиться похоже нет ну вот у магазина пасутся мужики работать не заставишь часто подходит батюшка дай мне хлеб или пойдем хлеба купим денежку давай а то так сразу давай на портфель хорошо даже на портфель дам только пойдемте поработать этот давно пустующий участок из местных никто не брал и поселковое начальство разрешило батюшки сажать на нем картошку раньше это были школьные участки школа тут сидела потом вдруг все это посчитали эксплуатация детского труда и теперь даже впечатление имеет право учеников заставить мел с доски стереть даже до этого доходит изо всех сил растет бездельник хотя дети здесь неплохие и трудиться любят но и делают все чтобы они не трудились у самого батюшки семья большая когда закрыли мизинский детский дом котят с алексей с матушкой имея двух своих уже взрослых взяли к себе еще пятерых детей так вот теперь и живут все вместе а ограниченные на море зажатые тундры мизинцы все-таки выжили рядом с ними шел древний намеченный еще новгородцами маршрут на урала сибирь откуда назад везли на продажу пушнину часть этого маршрута пролегала по притоку мизени реке пёзи переходили там перетаскивали лодки потом на речке чирку рубиху на цельму и на печору и за урал ходили то есть вот так вот сибирь осваивали наши мужики и предки наши с наступлением тяжелых времен этот торговый путь оказался еще и спасительным по нему спасались от государства и церкви не только поморы староверы но и все кто искал для себя лучшие доли конечно не все шли до самой сибири по дороге обживали новые места оседали вот так на протяжении почти трех веков возникали на пёзи сначала небольшие поселения починки а потом и деревушки самая дальний из них сафоново а начинается этот водный путь у деревни бычья здесь обрываются все дороги дальше только по реке до сафоново вот 230 километров родная моя деревня сафоново там я родился вот уже 57 лет тому назад но я там не живу уже 79 года уехал значит меня уже родителей нет отец умер мать умерла но стоит дом родительский я когда уехал я 79 году еще все планировал что я туда приеду все доведу до ума но когда поехал еще покрыл крышу шифером передок но остальное не успел надо еще много чего сделать вот поеду может что-то удастся в эту поездку с оказии решил поехать и отец алексей ведь он благочинный всех приходов мизенского района на пёзи у него накопилось много дел а в сафонове его давно ждут осветить новую часовню в 30 километрах от бычья стоит деревенька лобан дома ее первой линии развернуты к реке не лицом как обычно а за дворками дело в том что высокий берег который часто выбирали под строительство здесь смотрит прямо навстречу северным ветрам а зимой в приполяре они затяжны поэтому решили пожертвовать видом сугору в пользу тепла и света с южной стороны лобан пожалуй единственная на пёзи деревушка чей внешний облик не успел сильно измениться с давних времен но так вышло из-за того что вот уже больше сорока лет назад власти объявили деревню не перспективный выселять не выселяли а просто не разрешали строить новые дома и люди стали разъезжаться сегодня в лобане живет только один 53 года вот я здесь уже живу здесь родился как и так и живут 50-ки года пожилые все умерли такие все разъехались ну вот наших много ребят бычий живет жена ты там женились там работает а я вот здесь меня как раз ну выпало тут станцию гонять для все этот единственный телефон после того как все разъехались юрий перенес свой дом проводная связь деревне все же осталось а недавно вышел указ об установке спутниковой связи везде где проживает хотя бы один человек по запрошлому году приехали таксофон мне поставили с москвы ребята были таксофон поставили по программе путина карточку купил 100 рублей все только карточки на покупать бычи 30 километров отсюда на 20 литра бензина 20 литра бензина жечь это уже 560 рублей а недавно эту карточку привел вас три минуты поговорил показалось 18 рублей еще полминуты прогонил ваш лимит исчерпан все карточка негодно меняйте карту но все же это госпрограмма обернулась для юрия неожиданной выгодой таксофону то полагается электричество а указ есть указ и вот старый генератор заменили на новый вдобавок ветряк поставили а за обслуживание всей этой техники еще и зарплату положили связь у яковлева теперь любая со страной по спутнику соседями по вертушке его даже называют президентом лобана а в итоге жители в деревне ноль один президент и два телефона вместе с населением из деревни съехал и магазин продукты теперь здесь не купишь так что приходится добывать самому семга идет но вон от нас то есть крепко раз здесь зажимается этой семгой не дают ловить так прямо в деревне не дают ловить я никуда там не не езжу ничего там никаких пополни ничего не делаю ну ладно сети поставил попадет ладно одна хоть так поесть на всем протяжении пёза стоят вот такие заграждения из кольев переплетенных ветвями деревьев чаще еловыми лапами их здесь называют заездки от слова заезить то есть закрыть перекрыть эти заездки народ ставят для ловли проходной рыбы идущий вверх по реке на нерест сега или семги течение вокруг таких заслонов ускоряется а внутри наоборот слабеет здесь рыба может передохнуть в этом месте от середины заездка и натягивает сеть или путанку как раньше говорили это вот сик запутался такой щит похоже на часть забора который юра с помощью гостей хочет установить на реке тоже по-своему за язык отголосок того старого способа ловли семги который раньше так и назывался семужий забор такой изгородью из кольев перегораживали всю реку а для рыбы оставляли специальные проходы часть которых держали открытыми чтобы она проходила дальше на нерест а у других ставили ловушки верши или тайники огромные сетяные мешки типа садков их конструкция позволяла рыбе свободно заходить внутрь и не давало уйти обратно садки ежедневно осматривали крупную рыбу забирали остальное отпускали для продолжения рода поэтому семга в реке не переводилась хотя раньше ловили ее гораздо больше чем сегодня а сегодня не то что заборы даже заездки запрещены и считаются браконьерством а семги то от этого все равно больше не стало браконьерство это выживание без этого нынче нельзя если не разрешают жить так надо бороться даже нам единственное что сейчас вот в данный момент остается так молиться о властях и воинстве чтобы господь вразумел всех уж там как будет если не вразумятся значит господь будет вразумлять так как он пожелает а это бывает через потрясение зажоги на холмы на пёзе назвали по имени разбойника поляка который еще в 17 веке удирая из под москвы добрался аж до мизени по дороге со своего тага он грабил и сжигал наши деревни поэтому и прозвали зажогой ходит народные легенды что местный крестьянин пашко догнал зажогу и сбросил с этого утеса вот эта высота красота вообще замечательно и зажога наверно знал куда тут можно сесть кашу поесть он здесь сел со своей шайкой кашу поесть и в это время вдруг появился богатырь пашко это великая смута 612 и позже потому что отряды разбитого войска разбрались куда мог и вот один отряд наверное на себя пошел эти холмы названы зажогенными холмами а вот имя человека который уничтожил этого нелюдя вот на этом месте на этом самом оно как бы уже забыто и неувековечено и вот батюшка должны поставить здесь поклонный крест в честь крестьянина пашко для жителей поморья история родных мест гораздо важнее и дороже чем для населения скажем центральной россии причем свою причастность к этой истории поморы чувствуют настолько живо как будто сами были очевидцами далеких событий а местные легенды и сказания из поколения в поколение обрастают новыми и такими яркими подробностями что в итоге тоже становится исторической былью и заслуживает памятника а какой у помора может быть памятник кроме креста обетные поклонные кресты стоят по всему поморью на любом берегу почти в каждой деревне храм это порушили а кресты все же трогать опасались плохая примета не к добру вот и остались вместо церкви некоторые сохранились еще от староверов дома уже сгнили а кресты по-прежнему стоят у них может и не молится но берегут а кто и новый ставит и а лишь камень ну вот еще большая вода так можно поэта ямала это код не пройдешь поэтому когда как вот не испытаешь не узнаешь видишь вот камни вот видишь камень вот на него налетит так и летом по мелководным речкам когда уровень воды падает еще больше на простой моторке уже не пройти на мизине в эту пору народ пересаживается на длинные деревянные лодки зырянки с малой осадкой на пёзи такие плоскодонные лодки наподобие зырянок тоже делают только не из дерева а целиком из металла причем не из железа а из дорогих высококачественных нержавеющих сплавов свое лодочное производство пизяки называют космической конверсией дело в том что эти глухие места лежат на курсе полетов ракет с космодрома плесецк по мере набора скорости отработанной ступени ракет валится на землю по всему северо-востоку поморья а местные жители их потом подбирают и пускают снова в дело разные части ракет идут и на разные нужды сани короба воски или полотухи как их здесь называют но наибольшим спросом пользуются баки от горючего тут металл ровный и более тонкий вот из этих баков и делают лодки деревня массеева на пёзи считается центром космической конверсии здесь и свои мастера один из них и виктор мешуков для ракетных работ он приспособил бензопилу дружба 4 запчасть от бурана вентилятора ремень тоже бурана от вентилятора но это основание от шины берется даже есть запчасти стиральной машины в 60-е годы когда было много запусков в округе падало столько ракет что в массе его сколачивали даже целые артели для их поиска и сбора теперь ракеты летают реже металл на исходе и пользуясь случае массеевские мужики просят передать правительству свою озабоченность состоянием космической промышленности а вот этот экспонат в хозяйстве мешукова сегодня уже и вправду большая редкость это коса горбуша раньше на поморье только ей косили вот мне как объясняла мать маленькие пожинки да как это сама там между кустов да все будет удобнее была гораздо значит горбуши косить на работе попробуй попробуй как удобно а потом как вот так да вот так вот так вот так вот Вот так вот можно откосить, наверное. А когда макушки косили? Короче говоря, мы сходим к тетушке Марии Ермиловне и спрошу. Витя, короче, мы возьмем, покажем. Вот она и покажет. Она-то знает. У кого взяли горбушу-то? Да у Вити, у соседа. А-а-а. Попросили, позаимствовали. Ай, так же. Ай, у мужских горбуши большие были. Где-то дольше. Много они забирали, много. Они очень много косили. И чисто. Вот держали как. Вот. 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 Наши родители это не косили, я запомнила. Они уж косили стойками. А когда стойками-то начали косить? А я не знаю, я запомнила, что они стойками косят. А я с 20-го года, так я вот запомнила. Запомнила. А полхозы стали в 27-м, наверное, году. Тут уж горбуши вообще не было. А скажи, ты помнишь, здесь в деревне была часовня? И куда она делась? Эту часовню Шуры привезли. Она теперь стоит там, вот, кидом, это, назади. А крест с этой часовни спилили да бросили в реку. Она одна у горя стояла. А кто спиливал-то, бросал-то? Вот Иван Ильич был. Да. Хмаковской Иван. Этот. А то забыла, как же его звали. Позабыла, как же у то. А то не брошили. Хрест пилили и брошили в реку. А с ними там потом, как у них жизнь-то, нормально служилась? Какой-то нормальный, нормальный. А потом недолго и война началась. У всех убили. Все. И их тоже? Да, их тоже. Убили. Иван погиб. И там Баковская Иван. Митрис, наверное, тоже погиб. Так уж, что хорошего здесь. Зачем было бросать крест? Зачем было бросать крест? Иван Ильич. Иван Ильич. Иван Ильич. Ябдокимона здорово. Очень дорогая, сто лет не видел тебя. Давай, давай. Без карточки не выдает. Карточку, если не в Архангельске, не в Мизине, то только в Сафонове можно взять. А Сафонову это 20 километров надо еще туда ехать. Так, кто у нас библиотекарь? Ничего. Сафонов, а кто библиотекарь? Вот книги. Библиотекарь. Ну, здравствуй дома опять. Снова приехал я. С этим домом стоит поздороваться. Ему уже сто лет. Называется он поморский, хотя раньше эти дома-усадьбы, архитектура которых идет еще от древних новгородских построек, стояли в каждой деревне по всему русскому северу. Таких домов в своем изначальном виде, как они были задуманы, на поморе теперь уже мало. В Сафонове остался всего один – Акуловский. После революции новые поморские дома уже почти не строили. А когда началась коллективизация и подавно, некому было, да и незачем. Справных мужиков высылали, а их дома и скот забирали в колхозы. Потом была война, после которой пошла уже совсем другая жизнь. Выделяться крепким хозяйством было не принято, да и рискованно. Поморские дома в Сафонове разобрали, собрали поменьше и только недавно стали обшивать доской и красить. Теперь это считается признаком достатка. Такой дом в нашей деревне, поморский такой истинно, остался единственным. Конечно же, хочется вот сохранить его. Сохранить-то трудно, но надо. Я помню, здесь каждое бревнышко, вот каждую половицу, поверьте. Вот особенно вот эти взвозовые ворота. Заезжали и деды мои на лошади. Завозили сено, завозили рыбу. Взвозовые ворота открываются. Так. Вот так вот на всю распашку распахиваются. И по взвозу заезжает лошадь с волочугой сено. Волочуга называется у нас воз этот. Вот с волочугой сено заедет сюда, значит. Проедет туда. Сюда проедет. Сюда вот проезжает, значит. А потом вот сюда, вот тут вот были мары. Жерди накиданы туда, значит. Намара туда. Вот это вот старое наше точило. Это отцовское еще. Ну давай. Верти, Саша. Вот так вот точили. Верти, парень, верти. Вот и вертишь, вертишь. Смотришь, все ребятишки, твои сверстники в кино бегут. Вот это вот. Звозовые ворота открыты так. Видно все. С завистью порой смотришь. А тебе еще надо еще три топора вывертить. Вот пока не вывертишь, никуда не пойдешь. Дисциплина. Камень природный. По крайней мере, править, можно сказать, и не надо потом. Ты-то спускайся давай, а то замокнешь там. Крыша худа, теперь всю расхудил. Зазубрил, зазубрил, хорошо. Топорчик-то. Нет ни одного в таком доме уголка, который бы не приспособлен был для какого-то дела полезного, нужного крестьянина. Это подвал один. И с той стороны тоже был подвал. А потом дед взял и сделал из того подвала нижнюю избу. Тетушка жила. Мы порой иногда зимой жили. И потом уже дед, не дед, а отец, сделал мастерскую. Там сани гнул, да, холотил, изготовлял конные. Грабли делал, да. Все, чего не делал только. Были дела. Были времена, говорится. Мой дом, моя крепость, говорят. Это как раз о поморском доме. Он был защитой от любых внешних угроз. Суровая природа заставила объединить все под одной крышей. Большую часть дома занимал хоздвор, лошади, коровы, овцы. А в передней части жила огромная крестьянская семья. Вся она, а это не меньше десяти человек, размещалась в избе двойни. Эти плотно прижатые друг другу два теплых отдельных сруба вместе составляли фасад. Угол ушел. Надо было поднять. Когда я тут начинал восстанавливать крышу, там, значит, что-нибудь, значит, стоечки под передний угол подставлять, значит, мне говорят, подходят. И кто не подходил бы? И родственники там, и все говорят. А что ты тут бьешься? Зачем тебе это надо? Возьми, да разбери, раскатай все. А потом собери какую-нибудь избушечку. И живи себе потом, приезжай летом. Значит, не хочу, я говорю так. Мне не надо. Потом ничего не останется от той памяти уже, от того, каким этот дом был. Не останется уже. И вот мне-то надо именно сохранить этот дом, чтобы я подошел к нему, там с окон увидел все эти окна, которые в свое время выглядывали, значит, и мы, дети, и родители. Над этим домом я во сне летал, летал во сне и видел своих родственников такими маленькими точечками. И дом, и всю деревню видел. И вот это все у меня в глазах. Все в глазах. Как я могу разобрать его и превратить в какую-то избушечку? Никогда в жизни. А, ну что ты мне? Жизнь в избе всегда вертилась вокруг русской печи, которой не только отапливали жилища. В ней грели воду, запаривали корм для скота. Ну и, конечно, готовили. Галя! Да? Посмотри, как там, куда угли. А, надо тебя туда, туда, туда. За гнетку? Галина Федотовна, младшая сестра Николая, по случаю его приезда решила сделать праздничный обед. О, она еще полена там! Еще с детства, после того, как тонула в реке, Галя стала плохо слышать. Очень долго вообще не говорила. И хотя до сих пор ее речь не совсем разборчива, этот недостаток искупается каким-то особым Галином обаянием. Ты ведь туда пихать будешь далеко, да? Да. А мне-то можно поближе ведь положить. Да, можно поближе, чтобы они покорили, чтобы жарко не было. Ну, тут наблюдай. Положи середину. Понятно. Рыба с картошкой в ладочках, так называется эта глиняная посуда, традиционная мизенская еда. Щука суховата, поэтому в ладку добавляют масло или сметаны, подливают немного воды и ставят в печь. Но самое главное, что эту рыбу потом нужно есть обязательно руками. Мы ведь не вилочкой едим-то, а руками, скрепочками. Мочишь так, мочишь. А так ты вилкой-то будешь есть и не наешься. Сытой не будешь. Вот. А если пачки наешься, сытая будешь. Так, Николай? Так, так, Галина. Рыба Владкина всегда вкуснее. Галь, помнишь, мама когда готовила, мы еще спали еще, да? Да, да, Господи. Она любит, чтобы никто не мешал. Чтобы... Нет, уже так же. О, мамочка, она пекла. Вот сейчас будем чай пить. Ой, мама, так вкусно ты готовишь. Вот, попихаю пачку, чтоб испеклись. Так, да, маме на платье. Харты тоже. Платок ей на то, что все. Это я буду, наверное, хранить. Ложить. Пускай лежит у меня. Когда кушат, я ее одену когда-нибудь. Я, правда, все вспоминаю ее. Ну, я ее люблю, уважаю. Люблю очень-очень у нее. Мама дорогая, такая родная, хорошая, прохожая. Не стало мамочке больше. Жаль. Люблю. Люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Это тебе спасибо! 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 Добрый день! Ездит у тебя на 29 места на самолет? Еду? Ну, надо как-то батюшку записать. Помимо реки, в Сафоново можно добраться только по воздуху. Ан-Второй, или кукурузник, как его привыкли называть, летает в деревню зимой раз в полмесяца, а летом – каждую неделю. Летом в Сафоново много народу. С детьми, внуками набирается человек 400. А постоянно, то есть круглый год проживает всего 120, хотя прописано около 200. Но дома свои никто не продает. Дома здесь продавать не принято. Северная деревня оберегает себя от чужаков. Так что, если кто хочет поселиться в Сафоново, придется породниться с местным населением. Вот Катюшка, к примеру, лет через десять. Какой невесты будет? Картошку сафоновцы сажают на бывшем колхозном, а теперь снова общем деревенском поле. В голодные годы на этом поле выращивали рожь и ячмень. Или жито, как раньше говорили. Пшеница тут уже не возревает. Хлеб сафоново пекут из привозной муки. Земледелие в этих широтах считается рискованным, поэтому мука и хлеб на поморье всегда были неразрывно связаны с добычей рыбы. Добывать рыбу, которая стоит дороже хлеба, здесь всегда было проще и выгоднее, чем обрабатывать мерзлую землю. Рыбу-то можно ловить круглый год. На пёзе, кроме проходных сега и сёмги, которых, надо сказать, здесь всегда было немного, другой жилой рыбы нет. Река слишком мелкая. Главный сафоновский рыбный промысел идёт вдали от деревни на лесных озёрах. На этом озере всегда ловит двоюродный брат Акулова, тоже Николай, только Анатольевич. А Николай Федорович с батюшкой приехали вместе с ним. Заодно и помочь, да и самим тоже надо что-то есть. Летом здесь вообще ловит немного. Когда похолодает, тогда и начнут добывать впрок. А сейчас в жару большой улов сохранить трудно. Пара сеток обычно хватает, чтобы поставить на стол свежую рыбу. А если не хватит, то можно и на удочку доловить. Только не на этом озере, на другом, неподалёку. У Николая тут имеется окунёвое озерко специально для удочки. Окуни хорошие. На, постоять, дорогой. Окуни здесь много. И если поставить сеть, может набиться столько, что некуда будет девать. А удочкой сколько надо, столько и наловишь. Жарким летом сети обычно оставляют на ночь, чтобы высмотреть рано утром. Если оставить еще на целый день, пропадет улов в теплой воде. Погода жарко стоит. Надо утром и вечером смотреть, чтобы сохранить рыбу. А так она заливается на выброс. Щука, в основном окунь, сорога, подвязок, налимы есть, караси. Погода жарко. Сколько? Четыре? Как четыре? Это-то уже шесть, наверное. Раз, два, три, четыре, пять. У каждой рыбацкой семьи на озерах своя избушка – промысловая дача. В холодное время тут народ заготавливает рыбу по несколько тонн и для себя, и на продажу, чтобы потом весной или осенью по большой воде отвезти в мизень. А летом рыбу не довезти. Жару схватит, как здесь говорят, и весь труд на смарку. На груженной лодке по мелкой реке добираться двое суток. Была бы дорога – другое дело. Только вот с этой дорогой никакой рыбы здесь давно бы уж не осталось. Отовсюду понаедут. Так что для сафоновцев, может, оно и к лучшему, что нет дороги. Когда с озера рыбу мне привозят, я ее чищу, мою, а он потом уже в бочке. Рыбу здесь держат в рассоле, а перед готовкой просто немного отмачивают. На продажу стараются засолить побольше щуки. У нее и цена выше, и дольше хранится. Они могут, может, все лето прорезать на снегу. А снег весной, когда он талый, уже мягкий, сырой. Вот его сюда за ночью кидаешь. Погреб то промерзает за зиму, и снег тоже промерзает потом. И он уже монолитный. Долго не тает. Скорее, это даже не погреб, а ледник. Погреба в домах, конечно, не промерзают, а вот ледники здесь строят специально неглубоко для хранения рыбы летом, на снегу. Здесь, считай, ничего не покупаем. Мука, соль, песок. Все завозим сами. Штатных рабочих мест в Сафонове, как в общем теперь и в любой далекой, отрезанной от мира деревушке, не так уж много. В основном здесь пенсионеры, а остальные, так называемые, безработные. Тринадцать у меня безработных, вот на сегодняшний день. Ну, так обычно, от пяти до пятнадцати. Больше безработных-то больше нет. Что такое безработные в деревне, когда у тебя под боком лес, поле и река, не совсем понятно. Но оказалось, что безработным нужно просто числиться, чтобы получать пособие от государства. Если дают, почему не взять? Для Саши с Валерой, которые всегда готовы подработать, как вот на ремонте Акуловского дома, для них тысяча рублей в месяц пособие не ахти какая, но все же прибавка. А есть такие, кто только и ждет теперь эту тысячу, да еще жалуется на горькую судьбу. Но эти вечно жалуются. Им всегда кто-то должен. Дайте мне мотор, лодку, бензин, а щельки сам найду. И все, у меня про жене будет. Так а почему тебе дайте? Дайте. О, так вот дайте. А я где возьму? Мне бы было пробивать свое время. Так пропил, продал все. Ну что, 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 кулак показываешь? Что в морду хочешь мне дать, да? За слова правдивые, а? Нет. Ты считаешь? Ну, ну. Я никогда. Ну так вот, ты ведь вот видишь. Я буду. Все ведь было в свое время? Все было. И лодка, и моторы, и все было. И с Настей. Все у меня было. И детку Павел Яковлевич, твой отец, ловился? Да. Да, вот да. А ты все проэферил? Да, почему я проэферил? А кто? Нет. У меня уездка еще. Он тоже все в пользу пустил? Ни каких отходов лишних? Нет. У меня уездка. Дают эти им деньги. Безработицу. Вот ты их на работу теперь и не выгонишь. Нет. Теперь работу-то никак не боится. Серьезно. Вот вы эту награбану что-то бы вложили, чтобы люди робили? Вот, вот. Вот безработицу. А когда-то, может быть, и лучше было? У нас и бывало такая не была жизнь. Теперь воды свои участки чистят, их сколько могут. А тогда надо был участок обработать, да на работу выйти. Да и восемь родителей надо было на поезд на кормить. Да еще не этим. Вот какая жизнь-то была. Ой. Подумайте, может, как теперь живут и как мы жили. Буду много трудностей перенести. Но вот это все. Насчет общества, так его нет. Народ деградировал морально. Сами по себе, как мышки, сидят в своих норках. Мы тоже часов не строили. Так, долго ли бы мужикам выйти? Мы, говорит, за неделю бы ее построим. А мы два года ей строим. Это уже что-то. Вот. И почаще напоминать. И говорить, что вот вы еще можете что-то сделать. Но только если все вместе и добровольно. И вот еще перекос в нашем образовании. Никто не хочет обучать в школе. Говорят, будешь плохо учиться, будешь на ОС убирать. И никто поэтому не хочет учиться все. Вернее, не хочет на ОС убирать все города едут. А там в городе что, где-то что-то там работаешь. Ты своего труда не видишь. Какие-то деньги получаешь. Живешь на 14 квадратных метрах. В лучшем случае из деревьев не выбрался. Вот. А здесь такие площади пропадают. Не хотела. А потом снова капали. Да. Раньше медиков сюда присылали измезение в командировку. Временно. Своего постоянного не было, пока наконец не появилась Маша Апичина. Она местная. Два года училась в городе на медсестру. Вернулась и вот теперь уже несколько лет работает в Сафоновском медпункте. Мы же зимой особо не болеем. Мы же у нас отдаленно. Самолеты раз в месяц прилетают. У нас инфекций мало. Мы вообще в районе, мы считаем, вот у меня, например, сейчас уже полгода прошло. Один больничный выдан. За полгода. По новому указу медсестрам выписывать больничный теперь нельзя. Может только фельдшер. Поэтому Маша хочет поехать доучиться на сельского доктора. Маша. Только вот не знает пока на кого оставить корову. Не кушает. Боится. Маша. 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 Пустилии Сафонова, а город Сафонова — кто знает? Ведь всё в наших руках и не может быть в воле Божьей. Так же, как создана эта часовня, вы можете воссоздать всю вашу деревню и наполнить её и людьми и дать им рабочие места. То, что церковь — это, как я говорил, не бревна, не камни. В первую очередь, это вы сами. Церковь еще переводится как собрание народа Божьего. Все начинается с вашей доброй воли, с ваших усилий. Нам не поможет никакой дядя. Одна надежда только на Бога и на свои силы. Говорят так, что молись Богу, как будто от тебя уже ничего не зависит. Но помолившись, делай все так, как будто все зависит только от тебя. Монах и крестьянин пришли на север одной дорогой. Ища спасения в строгости жизни и свободном труде, они были попутчиками. Соловецкую обитель возводила и защищала от врагов не одна только монашеская братья. Все поморье. Потому и тянулись к монастырю, и жили поблизости, и власти его подчинялись добровольно. Толкового хозяина здесь всегда могли распознать. Но начальников над собой поморы не терпели. В стойкости и отваге рождены эти люди. Вера им помогала трудиться, но и сама крепилась с трудом. Никакие темные времена не смогли истребить в них жажду подвига и созидания. Вековую привычку к странствиям, путям-дорогам. Стремление отыскать еще никем неизведанные места, где можно вдохнуть полной грудью. И будущим поколениям память о предках обязательно подскажет, в чем оно – настоящее счастье. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok